Ген долголетия. Скудное питание замедляет старение организма. Последние годы ученые разных стран мира выдвигали предположение о том, что скудное питание, судя по всему, замедляет старение организма. Сегодня, после ряда экспериментов, исследователи наконец-то смогли во весь голос заявить о том, что голод действительно продлевает нам жизнь. За разъяснениями мы обратились к генетику, кандидату биологических наук Андрею Смолину. Андрей Викторович, неужели и вы верите в то, что голод помогает оздоравливать организм и тем самым продлевает нам жизнь? Верить можно в инопланетян, реинкарнацию или загробный мир. Иными словами, в то, чего нельзя доказать или опровергнуть с помощью науки. Мы же с вами говорим о факте доказанном, а не верить в то, что ты видишь собственными глазами, согласитесь, довольно глупо. Но ведь пока опыты проводились только на мышах. Не только, но началось все именно с них. Диетические опыты не один год велись по всему миру. Ученые отдельно друг от друга морили голодом лабораторных крыс и мышей. И удивлялись полученным результатам. Старые особи молодели на глазах, исцелялись от своих старческих недугов, таких как рак и слабоумие. А продолжительность их жизни становилась примерно в два раза выше, чем у тех сородичей, что ели от пуза. Я слышал, ученые даже соревновались, чья мышь проживет дольше. Да, ведь на кону стоял весьма солидный приз фонда Муфусаила, присуждаемый за открытия, которые могут хоть в какой-то степени победить старость. Пока рекорд держит мышь Анджей Бартки из Университета Южного Иллинойса, которая умерла на 1820-й день жизни. По человеческим меркам, ей перевалило за 200 лет. Но почему диета творит такие чудеса? В чем заключается феномен голодания? По мнению исследователей, все живые существа оснащены механизмами, которые помогают им выжить в трудные времена, когда есть почти нечего. Организмы голодных зверьков переключаются на использование внутренних резервов запасенных питательных веществ. Основным становится так называемый внутриклеточный метаболизм. Он очищает клетки и в итоге способствует продлению жизни. А к людям сие правило применимо. Вполне. Именно поэтому многие диетологи рекомендуют раз в неделю или месяц устраивать разгрузочные дни. Наверняка вы слышали от людей, сидящих на диете, что они чувствуют себя лучше и бодрее, словно сбросили десяток лет. По мнению ученых, умеренный голод вызывает небольшой стресс. А он, в свою очередь, укрепляет иммунитет и за счет этого оздоравливает организм. Перспектива, конечно, заманчивая, но как бы тем, кто категорически не способен переносить голод. Я, например, ни за что не засну на пустой желудок, когда в животе все урчит и скручивается в комок. Чтобы ощутить пользу, не надо голодать часто достаточно одного дня в месяц. Если это для вас трудно, голодайте не весь день, а откажитесь хотя бы от ужина. Начните с малого, со временем желудок уменьшится, и вы легче будете переносить голод. При этом риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 40%. Но ведь одно дело снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и совсем другое продлить жизнь. Тут вы правы. Положа руку на сердце, нужно сказать, что пока мы не можем похвастаться ни одним масштабным исследованием, которое бы подтвердило, что голодание омолаживает людей и продлевает им жизнь. На мышах и крысах такие проводились, но они маленькие, быстро реагируют на процессы, меняющие метаболизм. Но живут так мало, что искусственно продлить им жизнь. Не столь уж фантастическая задача. Иное дело люди. Мы большие, с замедленными реакциями метаболизма. И в отличие от лабораторных мышей, очень разные. Поэтому на одних голодание действует хорошо, а на других не очень, ослабляет организм, снижает мышечную массу, ухудшает настроение. Может нужно проводить эксперименты на больших животных. По этому пути уже несколько лет идут наши американские коллеги. Они проводят эксперименты на приматах. Жестко ограничивают рацион питания макак, сравнивая их состояние с контрольной группой. Голодающим сейчас около 30 лет. Они уже превысили среднюю продолжительность жизни своего вида. Макаки живут не больше 27 лет. И это уже хороший результат. Вся группа в отличном состоянии. Холестерина в их крови меньше, чем у особей в контрольной группе. Диабетом они вообще не болеют. Но доживут ли макаки до 40 лет? 45. Потерпите. Осталось подождать всего 10 лет. Тогда-то мы и узнаем точно, может ли голод укрепить здоровье и продлить нам жизнь. Сокращение рациона поможет не только похудеть, но и продлить жизнь. Такую закономерность выявили японские специалисты из Института биологических исследований Солка во главе с Андрю Диллен. Ключ к долголетию имеет совсем не поэтическое название РНА-4. Чтобы найти этот ген, ученым пришлось засесть за детальное изучение жизнедеятельности червей Нематод. Выяснилось, что при ярко выраженном РНА-4 у червей наблюдалось значительное увеличение продолжительности жизни, но при условии, что они сидели на диете. Обнаруженная взаимосвязь позволила ученым предположить, что подобный феномен является своего рода адаптацией, помогающей живым организмам переживать период голодания и дожидаться оптимальных условий для производства потомства. То, что мы обнаружили этот ген, дает ответ на вопрос, каким же образом связано долголетие с ограничением питания. Мы, наконец, получили генетическое объяснение молекулярной программы, запускающей механизм долголетия в условиях калорийного голодания, поясняет Диллен. Как эта схема работает применительно к человеку, пока остается невыясненным. В ближайших планах ученых исследовать функции генов, аналогичных РНА-4, у других видов животных. Если эксперименты приведут к таким же результатам, тогда специалисты получат доказательства того, что низкокалорийные диеты действительно эффективны. Между тем, немецкие исследователи еще год назад заявили, что лечебное голодание продлевает жизнь. Правда, эксперты сделали свои многообещающие выводы, ставя эксперименты на лабораторных мышах, но они полностью уверены в том, что на человека их открытие распространяется в полной мере. Гормон голода. Группа ученых из США обнаружила, что выделение гормона голода в больших количествах способно продлевать жизнь. Ученые долгое время морили несчастных мышей голодом, давая им ровно столько пищи, сколько им было необходимо для поддержания жизнеспособности всех функций организма. Организм все время испытывал небольшой дефицит питательных ресурсов, то есть был немного голоден. Тем самым у мышей стимулировалась выработка гормона роста фибробластов, фактор 21, который уже окрестили гормоны голода. Судя по всему, этот гормон и является ответственным за снижение темпов старения организма. Гормон голода, которому животные в рамках проведения исследования были подвержены постоянно, подарил им аномально долгую жизнь. Самцы жили на 30% дольше, у самок же жизнь удлинилась без малого на 40%. Для человека это означало бы, что средняя продолжительность жизни могла бы вырасти до 110-120 лет. Люди, которые любят поесть, не должны пугаться результатов данного исследования. Ученые никого не собираются морить голодом. По их мнению, действие гормона может быть смоделировано искусственно. Иначе говоря, предлагается создать таблетки на основе действия данного гормона, которые бы точно так же замедляли процессы старения организма, как это делает сам гормон при естественном выделении в теле человека. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Благодарю за просмотр выпуска. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Алиса Иванова. КОНЕЦ